Ранний уход из жизни тоже продиктован кармически. Кармически. Но карма действует только во сне. То есть они, как спящие люди, обычные люди, исполняют эту карму. То есть их тело вынуждено, так сказать, эту прописанность соблюсти. Поэтому, когда вы спрашиваете, способно ли тело жить дольше, мастер говорит, что тело вообще не умирает. Оно или приходит в негодность в связи с тем, что вы неосознанно его отравляете, понимаешь? Чем отравляете? Чем? Спросишь ты. Чем? Я знаю их образ жизни. Здоровое питание. Здоровое питание. Люди все-все делали. Перфект. А что такое для них было здоровое питание? Что это? Ну, одна из первых по тем временам нитрадиционной медицины. Ну, питание, здоровое где? Ну, она питалась, была она вегетарианкой. Вегетарианкой. Ну, вообще, все было правильно, потому что она знала это. Так сказать, у нее бабушка была полячка. Вот смотри. Вот ты говоришь, сейчас остановимся чуть-чуть буквально на этом слове. Вегетарианка. Ты говоришь, вегетарианка она была. Значит, у нее должно было быть здоровье. Вегетарианство – это что такое? Это употребление приготовленной пищи на огне. Так ведь? То есть, мертвой пищи. Да, в нем нет мяса, да, скажем, таких грубых продуктов. Но пища – это мертва. То есть, в ней нет энзимов живых. То есть, не живое это. Понимаешь? То есть, оно несет в себе что? Энергию инь. Энергию разрушения. Энергию Земли. А значит, в теле создается среда, в которой размножается микрофлора, которая способна размножаться только в этой среде. Это среда кислотная. То есть, тело окисляется до такой степени, что микрофлора, которая в нем начинает возникать. У этой микрофлоры одна только программа. Утилизировать тело. Ну, это делают все. То же самое делал 92 года и живет без всяких болезней. А почему они в 52 года уже? А с чего ты взяла, что без всяких болезней? Знаю. Что ты знаешь? Этого человека, которому 92 года. Что ты можешь знать? Про жизни. Этого 92 года и 52 года. И что, 92 года это много? Ну, почему они в 52 года ушли? И именно вот в 52 года все четверо высотой силы. Потому что так прописано кармой. Потому что так прописалось кармой. Все. Понимаешь, какая штука? Вот смотри. Если твои предки умирают все в 52 года, то вряд ли ты сможешь дожить, прожить больше. Потому что ты становишься свидетелем вот этой кармы, которая происходит. Понимаешь? Один, второй, третий. Ну, мама ее прожила 84 года, а папа, ихний отец 69. Хорошо. Эта карма, может, ну, ты же назвала нескольких. Ну, бабушка, у нее была, как сказать, ведунья. Тоже за 80. А почему вот внуки так вот? И именно, ладно, не один-два, а вот четверо, все. Кармически, кармически так происходит. Просто карма такая. Ее никак не объяснишь, понимаешь? Просто вот есть некая вот эта программа, прописанность. Откуда она возникла? Может, не от бабушки вовсе, а от прабабушки, понимаешь? Три-четыре поколения вперед. Хорошо, понятно. А почему вот болезни такие, рак возникают у молодых людей? Ну, еще раз давай вернемся к тому, как возникают вот эти болезни, которые ты называешь сейчас. Если вы разберетесь в этом, ну, сами начнете разбираться, то вы обнаружите, что рак – это не что иное, как грибница. То есть, ее природа грибная. Эти грибы, которые расплодились в твоем теле, они имели эту возможность расплодиться. То есть, почему? Ну, вот, например, вы все едите хлеб. Так ведь? А в хлеб добавляются грибы. Эти грибы термофильные, дрожжи. Ядовитые до невозможности. Они температуру даже высокую переносят, остаются живыми. То есть, у тебя будет 42 температура, и все равно они будут жить. Потому что обычно 42-41 температура, когда уже вся, ну, вот эта вот патогенная микрофлора, она должна бы погибнуть. Грибы не погибают. При такой температуре, понимаешь? Все едят хлеб. Все едят хлеб. И посмотри внимательно, присмотрись. Все диагнозы ставятся, эти диагнозы ставятся всем. Сейчас нет ни одного здорового человека, кто бы просто, так сказать, лег и ушел из жизни. Уходит через мучения. Тело мучается перед тем, как сознание покинет его. Мучается от этих болезней. А болезни эти, это же что такое? Это же следствие невежества. Другую версию, можно сказать, по этому поводу? Другую версию по этому поводу. Какую-то версию еще сказать? Я знаю. Знаешь, давай. Слышала просто. Слышала, давай. Что человеку, ну, вот как говорите, карма. Постолько-то нужно уйти. Ну, не нужно, там, раньше было, вот, например, люди жили до 50 лет, там, или 45 лет. А с этим прогрессом и улучшением жизни, жизнь стала лучше, и люди начали жилить. А ты знаешь, что еще... Больше стали жить с годами. Знаешь, что при Петре Первом еще в каждой деревне были 300-летние старцы. Тебе это известно? Знаю. Так лучше стали жить или хуже? Больше или меньше? Так вот, к тому, что, вот, почему стали люди дальше жить, больше, ну, той версии, что я хочу сказать, что человек должен уйти, и ему болезни даны, чтобы он ушел. И мало кто уходит без болезней. Потому что ни один старец не уходит без болезни. Вообще, нужно сказать следующее, что люди едят не для того, чтобы жить, а для того, чтобы умереть. Да. Живут, чтобы есть, или едят для того, чтобы жить? Нет. Не для того, чтобы жить, а для того, чтобы умереть. Конечно. Конечно. Для того, чтобы умереть. Понимаешь? Сейчас, прямо сейчас, есть такие долгожители, о которых ты вообще даже, ну, просто не слышала никогда. Я видела в Южной Корее. 600 лет, например. Видела в Тибете. 900 лет людям. Думаешь, они едят то, что ты ешь, ешь ты? Воздухом питаются. Нет. А чем столетние питаются? То, что дает лес. В частности, там, например, кедровые орехи. В Японии есть город, даже остров, где столетних, это называется еще молодые. Там живут уже 120 и больше. 100 лет это вообще, ну, просто детский возраст. Да. Но чем они питаются? Ты говоришь, он же до 92 лет даже и ваш. Почему 40-летние болеют в рак? Понимаешь, насколько вот тебе уже прописали вот это вот представление о том, что прожить больше 92-х лет невозможно. То есть это сидит уже в твоей подкорке, в твоем вот этом представлении о том, что это невозможно. Понимаешь? Потому что про карму уже все-таки грамотные все знают. Вы сказали сами, если это родовая карма, прожить 50-х лет, а там 90-х. Для того, чтобы вот эти представления твои, твои ограничения исчезли. Вот, вот, приближаемся. Да. Тебе нужно пробудиться, познать свою истинную природу. А твоя истинная природа – это вечная жизнь. И когда ты ее познаешь и укоренишься, и станешь ею на 100%, все эти программы уйдут. То есть карма исчезнет. Потому что кармы в реальности не существует. Понимаешь? Она существует только в этой иллюзии, в которой я существую, в твоей голове только больше нигде. Поэтому и говорит мастер, что кармы нет, ее не существует. Если вы это осознаете, то вам не грозят вот эти все программы, понимаешь? Более того, для того, чтобы выйти из них, вам нужно не только пробудиться, хотя пробуждение – это уже великий дар, который случается здесь, прямо сейчас совсем. Поэтому мы сесть. Но и освободиться. Освобождение – это значит прекратить любое обусловленное восприятие. От субъективного прийти к объективному восприятию. Объективное восприятие – это восприятие объекта и субъекта. Это разделенное восприятие. Оно ложное. Понятно? Опять иллюзия, да. А восприятие безобъектное – это истинное восприятие. Которое прямо сейчас вам дано в осознавании. Спасибо.